Продолжаем выпуск. Участникам АТО на тренинге предложили заняться торговлей через интернет. Необычный семинар прошел в облгосадминистрации при содействии Центра занятости. Киевские волонтеры приехали в Запорожье с тренингом по социально-психологической адаптации участников АТО. Говорят, есть разные методики адаптации. Они выбрали адаптацию через вовлечение бойцов в самозанятость или попросту предпринимательство. Говорят, получили грант на развитие своей идеи, написали несколько семинаров, теперь ездят по Украине, обучают участников АТО, как создать свой микробизнес. Мы пытаемся вернуть их к жизни через социализацию, через вовлечение в самозанятость микробизнеса. Для чего это? Да, это не заставит, не получит человек, может быть, изначально денег для того, чтобы полностью кормить семью, занимаясь этим бизнесом. Но человек начнет поступать и думать, как предприниматель. Пример микробизнеса, ну, скажем так, человек может начать выпускать какие-то полезные детали, какие-то полезные рукоделия, продавать через интернет. Это уже микробизнес. Впрочем, практических советов в ходе семинара так и не прозвучало. Сам лектор говорит, это только первый семинар. Ознакомительный. Вот второй и третий более практические. Правда, в нашем городе запланирован только один. Потому, кроме размышлений о пользе предпринимательства, запорожские бойцы ничего не услышали. Прибывшие на семинар участники АТО рассчитывали получить ответы на вопросы, практические советы, а в идеале – работу. Ведь все они пришли сюда по рекомендации центра занятости, где состоят на учете в поиске вакансий. Впрочем, до завершения тренинга практически никого в зале не осталось. Ребята решили не тратить свое время на то, чтобы узнать, как полезно быть предпринимателем или как продавать поделки через интернет. Удивительно, что подобное мероприятие прошло в стенах областной администрации и при поддержке государственного центра занятости.